Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённая в СССР». В студии я и её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и каждый день происходит. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru Рождённые в СССР Я слышал о том, что моя сегодняшняя гостья росла девочкой шумной и живой. Однажды на прогулке очаровательную кудрявую крошку заметила помощника режиссёра, подошла и спросила, хочешь сниматься в кино? Больше всего на свете был ответ будущей звезды. На пятилетнюю актрису в один миг обрушилась огромная популярность после выхода первого же фильма. Письма от восторженных зрителей приходили мешками. Фаина Георгина Равнецкая называла свою маленькую партнёршу по фильму «Слон и верёвочка» с живым чудом и пророчила ей большое будущее. Заслуженная артистка России Наталья Защипина сегодня у меня в гостях в прямом эфире. Наталья Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Как настроение у красивой и цветущей женщины? Замечательно. Ну, значит, всё пройдёт хорошо у нас. Выглядите потрясающе. Спасибо. По-моему, вы помолодели за те 3-4 года, которые мы не виделись с вами. Да ну что, в Райс так бывает? Ну, мне кажется, вот так в вашем случае бывает. Ну, спасибо, порадовали. Давайте по порядку. Визитная карточка по традиции сейчас, потом вернёмся. Наталья Защипина. Евдокия, малыша Карлсон, который живёт на крыше и других. Много работала на озвучании фильмов. Заслуженная артистка Российской Федерации. Так, Заслуженная артистка Российской Федерации. Наталья Александровна Защипина у меня сегодня в гостях. Любые вопросы приветствуются. Можно спрашивать, как всегда, о чём угодно, прямой эфир. Ну и по традиции, Наталья Александровна вначале задаст свой вопрос, а у нас есть такая традиция. Наши гости о чём-то спрашивают и зрителей тоже. Ну, конечно, надо что-нибудь про то время, да? Ну, желательно, да. Про ностальгические наши прошлые времена. Ну, хорошо. Тогда пусть назовут фамилию потрясающего детского режиссёра. Ну, считайте, что он уже теперь классик, у которого я снималась в фильме «Первоклассница» и «Слона верёвочка». Так, ну, несложно, наверное, вопрос. А с другой стороны, нужно подумать, а не сразу заглядывать в интернет и гуглить и узнавать фамилию того самого прославленного, как Наталья Александровна называет, детского режиссёра. Вы считаете, что это детский режиссёр, да, исключительно? Да, безусловно. Исключительно. Хотя вашу первую картину, вы же такой прямо детской, не назовёшь. Хотя это не он же снимал, да? «Жила-была девочка»? Нет, «Жила-была девочка» не он снимал. Это не он снимал. Это снимал «Эйсимонт». А он снимал «Первоклассницу» и «Слона верёвочка». По крайней мере, я у него снималась в этих двух фильмах. То есть вот эти действительно более детские картины, а если говорить про самую первую, то там, в общем, ну, наверное, историю блокадного Ленинграда можно настоящую изучать, да, по первой картине? Да, да, безусловно. Там документальные кадры все. Мы же поехали в Ленинград во время блокады. 44-й год, да? Да. Нет, мы поехали туда в 43-м. В 44-м уже вышла картина, да? В 44-м вышла картина, да. Мы ехали туда на поезде, перед нами разбомбил состав. Нас пересадили на машины грузовые и прямо по Ладожскому озеру, по дороге жизни, по которой возили ленинградцам хлеб. Мы на этих грузовиках приехали. Жили мы, конечно, с затемнёнными окнами, спускались. В бомбоубежище. И все эти кадры вот с обледенелой рекой, с людьми, которые с ведрами ходили на прорубь за водой, со всеми этими делами, всё снимали натуральные кадры. И при нас сняли блокаду. Да, 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 я знаю, что как раз. Это была уже весна. В период времени снимали блокаду. И мы видели собственными глазами. Даже я уж, у меня было всего 4,5 года. Я запомнила этих людей, которые выползали из своих квартир холодных. В платках, в рваных, в каких-то валенках сношенных. Улыбались. Почитали, и он приносил письма. Какие-то ростки там. Вот это всё в фильме снято. Это же как из нор, по сути, да? Да, да, да. Вылазили на свободу. Очень смешно. Появилась машина первая. Цистерна жёлтая такая была с пивом. А-а-а. Да, 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 да. И вот мы ездили, когда после съёмок в гостиницу, мы снимали на натуре, на улице где-то, и ехали домой всей группой. Тогда же не было легковых машин никаких. Все вместе на грузовиках, вместе с аппаратурой, со всеми делами. И останавливались около этой машины. И все пили пиво. И мне наливали маленькую кружечку. Пива нет сегодня. Надо было по старой доброй ностальгической традиции мне не чай вам предлагать сегодня, да, Анталья Александровна? Да. А пивка. А я его люблю с тех пор, пиво очень. Серьёзно? Да. Правда, сейчас пиво безалкогольное. Ну, это понятно. А тогда алкогольное пили? В четыре года? Ну, конечно, тогда безалкогольного не было. Ну, я думал, может, для вас находили, как для известных юнор-тристо. Ну, где это его тогда находили? Питровали каким-нибудь... Ну, что вы, если... Ну, где же вы могли тогда дойти? Ну, странно. Мне вообще с алкоголем везло, потому что... Точка. Да, что же проводить на мне с алкоголем в жизни везло. Да, потому что следующий фильм «Слон и верёвочка», где мне было шесть лет всего, тоже забыли снять одну сцену летнюю. Такой мой длинный-длинный проход по Каменному мосту, там, рядом с Кремлём. И уже осень глубокая была, октябрь, ноябрь, не помню, что-то такое, уже было снегу много, сгребли с моста снег. И вот меня... А я в летнем платьице должна быть, в таком беленьком, коротеньком, шесть лет ребёночку. Меня из одного автобуса в этом платьице выпускали. Я бежала, 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 я... Эту сцену надо было пробежать. Бежала в другой автобус, и там меня давали коньяк. В шесть лет? В шесть лет, да, чтобы не простудилась. Ну, по ложечке, надеюсь, да? Ну, я уж не помню, но не постыкану же. Ну, мне тоже кажется, что четыре года пива, а в шесть лет коньяк. Да, в шесть лет коньяк. Что там дальше-то? А дальше было ещё интереснее. Когда снимали «Дети партизана», опять же, осень наступила, а мы в болоте должны с молодым актёром, с мальчиком. Там мне было сколько лет? Четырнадцать, наверное. Так, что наливали? В яме, в холодной. В холодной яме. Чего наливали вам? Водку. Водку, да? А спиртом растирали. Понятно. Вынимали из трясины, из этой ледяной. Обмывали, и поили, и растирали. Удивительная история из жизни. Да, юная актриса. Юная актриса, не говорите. Четырёхлетняя, пяти, шести, ну, там, в четырнадцатилетнем возрасте и так далее. Не говорите. С алкоголем везло. И удивительно, что, знаете, многие артисты потом и, знаете, и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят, и в шестьдесят не завязываются тем делом. А я и в семьдесят семь не завязываю. Пьющая актриса у меня сегодня у костяга. Да, конечно. Я очень люблю сухое вино. Пью. Пью. С большим удовольствием. Да я шучу, конечно. Я просто вижу по вас, по вашей свежей коже, что вы, в общем, кроме сухого вина ничем особо-то и не злоупотребляете. Да это тоже редко. Некогда. Просто я говорю совсем про других актёров, которые, к сожалению, злоупотребляли в жизни очень много, и это их сгубило. Нет. Ну, как профессия-то не позволяет. Как это можно? Если я не пью, значит, они прощаются с профессией. Мне кажется, наоборот, сама профессия порой способствует. Вот очень часто тому же Высоцкому или кому-нибудь говорили, ну, ты что, не можешь с нами выпечь, что ли, за компанию? Ну, ты что, там... Ну, понимаете, ведь хозяин-барин. Не захочу, не буду. А захочу, значит, ну, что же делать. Виктор Валерий из Мариуполя. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Валерий. Слушаем вас. Добрый вечер, Наталья Александровна. Добрый вечер, Лидия. Я отвечу на вопрос, Наталья Александровна. Пожалуйста. Этот режиссёр Илья Абрамович Фреев. Совершенно верно. Совершенно верно. Как просто и как быстро Вы ответили на вопрос, Наталья Александровна. Он потрясающе с детьми работал. Потрясающе. То есть Вам несложно было, да? Нет. Таким мастером рядом. Совсем. Ну, представляете, как ему было соединить шестилетнего ребёнка с Плятом и с Раневской. в «Слоне и верёвочке». Два маститых режиссёра с характером, со всеми делами, с фоноберией, с нецензурными словами, которые они очень любили употреблять. Да, помните это тоже. Ну, конечно, мама меня за руку брала, выводила из павильона, когда они расходились чересчур, потому что слова сыпались всевозможные. Но я подслушивала. Я стояла где-нибудь в уголочке и всё слушала. И самое интересное, что когда я уже стала работать в театре сатиры, мы однажды с Плятом встретились на дне рождения моего художественного руководителя Плучика. И он заставил нас разыгрывать анекдоты. Вот кто-то рассказывал анекдот, и он заставил меня и Плята его сыграть. И вот там были тоже всякие слова. Но Плят сказал, что я его лучшая ученица в этом направлении. Какие вещи пикантные мы сегодня узнаём, друзья мои. Про ранний алкоголь, про матершину. Если Наталья Александровна признается, что она и покуривала с детства, я, в общем, тоже, наверное, не удивлюсь. Нет, не с детства. Я научилась курить, когда стала сниматься в фильме «Евдокия». Там я играла девушку, которая пришла с фронта, и она курила и тоже выпивала. Ну, как сказать, я не умела ни того, ни другого делать. Но для роли, понимаете, курить, делать вид, меня это всегда очень раздражало в актёрах. Это всегда видно, когда ты делаешь вид. Да, поэтому я изо всех сил довязь, но научилась курить для этой роли. Ну, а прокинуть рюмку-то, это уж актёрские дела. Но научились курить, потом закрепили это в жизни или бросили? Да, я курила, но в 35 лет бросила резко, сразу выбросила пачку сигарет и больше не курила никогда. Разумное решение вы приняли в 35 лет. Да, потому что трудно было 30 спектаклей в месяц, петь, танцевать, играть очень много приходилось. В общем, дыхалка нужна серьёзная, да? Конечно, конечно. Вы знаете, могу сказать, что это замечательная жизнь начинается, когда бросаешь курить. Вот просто по своему опыту. Совсем другая жизнь. Преображаются краски, да, начинаешь запахи ощущать, вкусы. И нету этой привычки идиотской всё время при встрече знакомого доставать, прикуривать это и тянуть эту гадость в себя. Почему-то надо вдыхать. Почему, зачем? А сейчас ведь запретили курить особо, сейчас и курилок-то нигде нет. Раньше у вас в театре наверняка где-нибудь курилочка-то была. Да, как бы прямо в гримуборной можно было сидеть, себе пепельничать. А в гримуборной, я думаю, в курилку выходили куда-нибудь. Нет, нет, курилка тоже была, но можно было в гримуборной сидеть, гримироваться, курить пепельницу. Да, действительно, пельцер трудно представить в курилке. Она, скорее всего, не выпускала сигареты у себя в гримуборной, потому что курила она очень много. Да, да, да. И до последнего дня, по сути дела. Многие курили, очень многие, да. Ну вот я покурила, покурила и бросила. Ну вот увидим фильм, ради которого закурила Наталья Александровна, картину «Евдокия» прямо сейчас. Рождённая в СССР Наталья Защипина у меня сегодня в гостях в прямом эфире. Заслуженная артистка России. Здесь без сигареток, правда, мы увидели в картине «Евдокия» Наталья Александровна, но мы уже рассказали вам перед этим фрагментом историю, ради чего пришлось закурить и потом пронести эту привычку аж до 35 лет своей жизни. Хотя здесь ещё студентку в ГИКа мы с вами видим, да? Да, да, да. Здесь ещё вы... Это было на последнем курсе. Ага, ещё до театра. До. До театра, да. А когда я в театр пришла, мне сниматься не получалось у меня. Во-первых, Плучик, когда меня взял в театр, он сказал, что ты с этим делом завязывай. Со съёмками, да? Да. Я не буду тебя отпускать, потому что играть придётся много. Если хочешь стать хорошей актрисой, играть хорошие роли, то с этим делом я не отпускаю актёров вообще. И вот я его послушала по глупости своей. По глупости своей? Конечно, по глупости, потому что сниматься надо было. Мне потом Андрюша Миронов говорил, ты дурочка, конечно, сниматься надо было во всех фильмах, потому что сначала приглашали, а потом перестали. И потом Плучик только меня сам снял в своём фильме «Малыша Карлсон», который живёт на крыше. Я сыграла маму, ну что это за роль? А сын мой играл малыша, ему было 5 лет, да. И всё, пожалуй. Дальше у меня не было таких ролей и фильмов, о чём можно было бы говорить. То есть вы стали сугубо театральной актрисой, да? Да, конечно, 30 спектаклей в месяц. Это много. Я играла, я играла очень много ролей, интересных, хороших. Было много постановок на телевидении, вот что. Это спасало всё-таки как-то, это было интересно. А в «Кабачок» не попали? Нет, в «Кабачке» меня не было, нет. В «Кабачок»… Стороной прошёл, да? Стороной прошёл. Ну, как-то там своя компания собралась. Ну, ваша компания, сатирская вся. Кстати, ну, как, в «Сатире» тоже свои компании были. А, в этом плане. Под компанией. С кем, кто дружит, да? Ну, конечно, конечно. Так что, нет. Но я, честно говоря, не страдала. У меня было очень много постановочных спектаклей на телевидении. Очень много. Мне кажется, всё равно есть сожаление, Александр, вот вы, хоть вы говорите, не страдала по поводу того, что вы послушали из «Плучика», по поводу того, что был запрет. А вот это да, это да. Хотя многие втихаря всё равно снимались. Снимались. Ну, Андрей снимался же. Да. И ссорился с ним, и всё. И «Кабачкисты» тоже очень ссорились с «Плучикой». Не любил передачу. Он не любил «Кабачок», да? Запрещал. Но они всё равно это делали. А я вот так как-то... Ну, так вот получилось. Тоже полка в двух концах, да? С одной стороны, «Плучик» тот режиссёр, который может сделать актёра, да? Да. А с другой стороны, когда нет киношной жизни, то, в общем, нет... Ну, особенно в наше время теперь. Это очень нужно. Потому что, правильно говорят, что в первой половине жизни надо работать на имя, а потом имя во второй половине жизни будет работать на тебя. Ну, вот у всех по-разному у меня так не случилось. Ну, правда, я в театре очень много и много интересного играла. И у хороших режиссёров, и хорошие роли. Ну, это, видимо, одну из работ в театре. Я тоже постановку перенёс потом на экран Валентин Плучик. Малыши Карлсон прямо сейчас. Потрясающая мама с замечательным сыном, которого, видимо, играть-то особенно не нужно изображать, что рядом находится с ним мама, поскольку это и есть сын Натальи Александровны Защипиной, который снялся тогда впервые, наверное, в кино, да? Да, да. Но он больше не стал. Я не дала. Мамочка не пустила. Нет, я не пустила больше. Нас даже в Ленинград тогда пригласили в каком-то фильме вместе сниматься ещё раз. Не поехали? Не поехала я, нет, не стала. Одну меня уже не позвали, а его я не пустила. Я очень не хотела, чтобы он стал актёром, потому что я знала, что это такое с детства. Ну, да. И мне не хотелось. Не хотелось, потому что надо... Дело случая, дело везения, да ещё для мужчины, да? Да, да, да. Это очень зависимо всё. Это уже надоело всем повторять, что профессия сложная, зависимая и так далее. Не буду даже повторять. Просто мне не хотелось. Мне хотелось, чтобы у него была какая-то такая профессия более, ну, не мужская, а брутальная, что ли. Ну, выбрал брутальную. Программиста, компьютерщика, да? Да, да, да. Достаточно серьёзное и современное очень дело нужное сегодня. Да, да, и у него в этом вопросе хорошо всё складывается, удачно. Ну, я знаю, что, несмотря на то, что у него всё хорошо в этом вопросе складывается, по молодости лет он мамочку упрекал всё-таки. Не пустила в кино. Упрекал, 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 упрекал. Он до сих пор иногда говорит, вот, не пустили, не дали. Не стал звездой. Ага. Благодаря за маму. Тамара из Пензы. Здравствуйте, Тамара. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Наталья Александровна. Здравствуйте, Володечка. Здравствуйте. Два слова вам, Володя. Я сейчас испытала огромную радость, когда услышала, что вы произнесли по вас, этого не скажешь. Вот единственный человек, который правильно, вы, который правильно произнёс вот это вот местоимение, поголовно все говорят по вам. Это первое, что я хотел вам сказать. А второе, вы меня продолжаете, начали продолжаете восхищать своей душевной добротой, своей огромной эрудицией и высоким профессионализмом. Так, всё, Володя, вы у нас самый лучший. Спасибо. Наталья Александровна, я перехожу к вам. Я очень рада, бесконечно рада вас сейчас вот увидеть и слушать вас. И видела все ваши фильмы. А слонада верёвочкой до последнего. Все фильмы. Их, кстати, было немного. Но меня буквально, ну как вам сказать, сыграла огромнейшая роль в моей судьбе ваш фильм «Первоклассница». Увидела этот фильм. И я вас хочу кратко сказать вот о моей судьбе, потому что именно с вашего, этого фильма всё и началось. Моя жизнь, моя профессия была выбрана сразу же. Мне было 10 лет, когда я увидела этот фильм. И я сразу первое, что я увидела, что вы сыграли меня. Не внешне, а вот именно я была такой же вот первоклассницей. Точно так же я поступала, говорила и так далее, и так далее. Но в самом сердце мне вошло вот образ учительницы Анны Ивановны, которая сыграла великолепнейшая Тамара Макарова. Она была изумительна в этом фильме. И внешне, и как учительница. И в 10 лет я выбрала себе профессию. Благодаря вашему фильму. Это буду учительницей. И ни разу я не изменила вот этому своему решению. Училась на пятёрке. Были, из класса, класс переходила с похвальной грамотой. И когда седьмой класс я окончила, и всё время получила похвальную грамоту, сказала родителям, что я иду в педучилище. Мне очень хотелось именно работать вот с младшими ребятами в младших классах. Родители не возражали. Меня приняли без экзамена, поскольку похвальная грамота была. И 4 года вот это в училище, это было самое счастливое время в моей жизни. Потому что такой преподавательский был состав изумительный. Учитель русского языка и литературы Владимир Максимович Стёпин, наш классный руководитель, был гениальным учителем, преподавал русский и литературу. И все остальные. Были, кстати, много учителей-мужчин, что тоже играло большую роль. Высокое образование получило дальше. Воспитание было вообще на высочайшем уровне. У нас работали кружки. Я лично посещала литературный кружок, романтический. Тамарочка, мы сейчас про вашу биографию не сможем поговорить, и про все пружки, и всех педагогов вспомнить. Спасибо вам за теплые слова и за фильм, который вы вспомнили. Спасибо. Я думаю, очень часто вспоминают многие эту картину. Ее так часто раньше показывали, когда Наталья Александровна мне еще в прошлый раз говорила, 50 лет ее показывали, да, непрерывно. Перед первым сентября все время показывали, каждый раз. Я все время только сидела, говорила, неужели нельзя что-нибудь новенькое снять? То есть уже поднадоело, да? Что же ты всю эту картину показывал, конечно. И вам, наверное, звонили бесконечно, да, первоклассница идет включать телевизор, да? Да, да, да. Да еще иногда по двум каналам. Ах, вот так. Да, было и так. Следующий звонок из Псковска в области. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Наталья Александровна. Спасибо за приятную теплую встречу. Я хотел вас спросить, Наталья Александровна. Вот скажите, пожалуйста, ваша юная коллега по кино, актриса Иванова, жива ли, здорова ли она, встречаетесь ли вы? Нет, к сожалению, я с ней не встречаюсь. Как-то наши пути разошлись. Но она потом снималась много. А где вы партнерствовали? В какой картине с Ивановой? В «Жила-была девочка». А, в самой первой картине. Да, 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 в самой первой картине. Ей там всего-то лет 8-10. Но она постарше, да? Да, она постарше меня. Она же потом снималась «Весна на Заречной улице». Еще где-то она снималась. Потом она стала вроде бы режиссером. Ну, не таким, не главным, не постановщиком, а режиссером. А потом я потеряла о ней. След ее потеряла и ничего о ней не знаю, к сожалению. Ну, это увидим в двух партнерах замечательных картине. В самой первой картине Натальи Александровны Защипиной «Жила-была девочка сейчас». Ну, без умиления и без улыбки, мне кажется, невозможно смотреть на эту девочку. Сейчас даже Наталья Александровна сама улыбается и вспоминает, видимо, как это было тогда. Занималась со мной Шаховская балетмейстер из Большого театра пригласили. Я думал, кто-то из-за перета с вами работал, чтобы сели вот опять. Нет, нет, Шаховская, Галина Шаховская и балетмейстер Большого театра, который прыгал со мной, учил меня вот этим делам всем. То есть в кино вам пришлось прийти помимо своей воли, по сути дела, в таком возрасте, да? Да. Ну, конечно, было, наверное, желание, я думаю, что все хотели, наверное. Ну, какое желание? Я не знала, что это такое. Но единственное, что когда они долго не звонили мне, я говорила, почему не звонят, я хочу в кино. Мама говорила, вот мы твои портреты везде повесим, красивые фотографии. Вот я тогда соображала и говорила, я не хочу, чтобы только вы меня видели, я хочу, чтобы меня все видели. Вот это вот да. А так больше я же ничего не знала про это кино. Ну да, пришлось все по ходу осваивать, да, уже на съемочной площадке. Да, но хотела, чтобы все видели. Ну вот, судя по этим кадрам веселым, когда Сильву исполняет Наталья Александровна, конечно, не скажешь, что... Надо всю картину смотреть и вспоминать. Не скажешь, что действие происходит во время войны, во время блокады Ленинграда. Мы это уже вспоминали некоторое время назад сегодня. Для меня другая история удивительна во всем этом, то, что мама не побоялась. Потому что разбомбили перед вами, вы говорите, да? Да, да, состав. Могли попасть в вас эти бомбы легко, да? Вы могли просто не доехать по этому Ладырскому озеру, да? Да. Что, чем руководствовалась мать родная, скажите? Я вам скажу так, муж, то есть мой папа, муж мамин погиб. Его уже не было, да? Он погиб в 41-м году. В самом начале войны, да? В самом начале войны, да. Вот, и мы остались, бабушка, дедушка, я и мама. Тяжело было, тяжело было. Мама была педагогом в музыкальной школе, это были очень маленькие деньги. Ну, дедушка работал, правда, неплохо. Что такое неплохо-то? Если сказать, он был заместителем директора Лисеевского магазина. Вот в чем дело. Но тогда были не те дела. И он был не тот человек. Который мог эти дела вершить. Да, который мог эти дела вершить. Вот, поэтому тяжеловато было. А тут платили, платили очень неплохо. То есть это выручало, да? Это выручало. Во-первых, маму сняли с работы, и она получала зарплату как педагог-воспитатель при мне. Меня же нельзя было одну ребенка четырехлетнего. Значит, мне надо было кого-то при мне держать, чтобы меня кормили, одевали, следили за мной и так далее. Ну, вот взяли маму, сняли ее с работы и приставили ко мне за зарплату. Мама получала зарплату, я получала зарплату. Я получала карточку продуктовую. Это была очень большая помощь. Ну, да, это было подспорье тогда. Да, поэтому, ну, а когда уже начали снимать фильм, а потом сказали, сейчас поедем в Ленинград, а что уже делать? Поехали. А что касается дедушки, мы вспомнили замдиректора Елисеевского магазина. По сути дела, Наталья Александровна и родилась, и жила. Да, да, да. Все детство прошло в Елисеевском, да, в этом доме, да? Да, да, да. Над Елисеевским магазином у нас была квартира. Я там родилась, меня туда принесли, и там я прожила до 25 лет. То есть, знаете, всех продавцов узнали хорошо, и в магазин часто бегали за хлебом, колбасой, конфетами. Меня девочку маленькую узнали, меня мама одну пускала, давала мне 10 рублей, на эти 10 рублей можно было... Ох, чего купить, да, много. Кого встречали внизу, из покупателей известных, там ведь наверняка приходили люди. Да, 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 я Авертинского помню. Я когда на него нападала, он в рыбном отделе, он покупал черную икру, и потом ему давали на таком подносике небольшом, он миноги покупал. Ему давали миногу, я помню, его пальцы с ногтями такими длинными, покрытыми белым лаком прозрачным, он брал эту миногу, где глаза, у него же маленькая головка, он ее брал, так поднимался, спрашивал, а не свежие? То есть, запомнилось с детства. Да, запомнилось с детства, причем это было всегда одно и то же. И сколько раз я его встречала, столько раз он спрашивал, а не свежие? Ну, поднимались домой, рассказывали маме, что увидел Эльвертинского, и он опять спрашивал, а не свежие? Да, да. Ну, кто там был? Кузнецов Михаил, с которым у нас была, как-то тогда давали карточку пополам на два человека, у нас была с ним, это литер А, вот, и с ним я там встречалась. Ну, я уж сейчас не помню, многие там покупали продукты, были хорошие в Елисейском. Да, у него был таким еще магазинным музеем тогда, да? Да, хлеб пекли, ватрушки эти, ветчина на кусочке пергамента такая порезанная, со слезой. Продукты там были, конечно, потрясающие. Ну, поскольку так рано и правильно ответили на ваш вопрос, Наталья Александровна, может быть, еще о чем-то спросим зрителей? Что-нибудь еще зададим, какой-то вопрос? А вот такой вопрос, ну, это каверзный. Давайте. Вот до того, как я появилась в кино, появилась девочка, такая же маленькая, как я, тоже ей лет 5-6 было. Она снялась в фильме «Подкидыш», тоже с Раневской, как и я. Вот как звали эту девочку? Так как звали девочку, с которой путали Наталью Александровну Защипину, уже потом начали путать. Как же звали ту самую девочку, которая снялась в «Подкидыш»? 617, 51, 97. До сих пор путают. До сих пор спрашивают вас как ту девушку, да? Как, Наталья Александровна, как вы в «Подкидыш» снимались? А, вот такие вопросы вам задают. Я никогда не снималась в «Подкидыш». Хорошо, что вы не приготовили фрагменты с «Подкидыша» сегодня, друзья мои, чтобы вам показать, а то вы просто волосились в прямом эфире. Ну, вообще, конечно, не секрет, что, и вы, наверняка, слышали очень часто это сравнение, что с детьми и животными играть нормальным, даже взрослым, маститам тяжело. Тяжело. Вы ощущали, что вот маститам с вами рядом тяжело? Нет, я не могу за маститых ничего сказать. Я просто знаю по себе, как с животными, мне даже, маленькой девочке, как мне было, трудно с ними. Вот в «Слоне и веревочке» я же там с леопардом, на слоне, на верблюде. Там было столько у меня всяких приключений. И вот с леопардом я должна была подойти к нему. Его вынимали из клетки, сажали на какую-то фанеру. Ну, правда, стоял мужчина с транспойтом, что-то, если что-то, да. Я к нему подходила, гладила его по голове и говорила стишок. И он так реагировал на меня интересно. Он поворачивал голову, он облизывался. То есть это было так интересно за ним следить, что, конечно, никто в этой сцене на Наташу, которая говорила стишок, даже и не смотрел. Так же происходит, когда ребёнок рядом со взрослыми людьми, да? Да, так же происходит. Невозможно, потому что ребёнок настолько верит в то, что он делает. Ну, вот представьте, ребёнок возит спичечный коробок и говорит «Ду-ду», «Би-би». Он очень верит в это, он так органичен. Вот так же ребёнок и играет, когда его заставляют там сниматься в кино или что-то. Понимаете, а взрослый, он уже обременён многими делами, которые его отвлекают от такой органики. Мастерство уже давит. Мастерство вокруг всякой атмосферы, всё, что угодно, люди, камера, всё. А ребёнка нет, он очень верит в то, что он делает. Я помню, даже Великая Раневская говорила, что ей сложно играть с ребёнком рядом, поскольку не переиграешь в данном случае ребёнка. Вы запомнили работу с Фаиной Георгиевной? Подглядывали за ней? У меня с Фаиной Георгиевной была очень интересная одна история. В фильме «У них есть родина», она играет фрау. Там тоже, кстати, вы пиво подносите. Да, но я его не пила. Офицером немецким. Нет, я не пила там пиво, там было ни к чему. Курская была, да, наверное, какая-то? Ну, конечно, квас. Вот, и, значит, репатриированные дети, которых забрали во время войны из страны, прислуживали там, их заставляли работать. И я у этой фрау работаю официанткой. И кончилась война, и за этими детьми приехал советский офицер, его играл Кадочников. Вот такая сцена была. Он должен войти и сказать, Ира, у меня уже была Ирма, ты не Ирма, ты Ира, я должна броситься к нему на грудь, зарыдать. А у него должны были только показаться слезы, потому что у советского офицера не должно... Лица-то он ничего из глаз. Да, он только мог. Скупая мужская слеза должна. Да. И он, мотор, снимаем, я рыдаю, и он рыдает. Растрогали вы его, да? Еще раз думаем, мотор, снимаем, я рыдаю, и он рыдает. Стоп. Еще раз, мотор, я уже рыдать не могу. Мастерства-то у меня нет, актерского там самого, про которого вы дали. Конечно, я не могу притвориться, а своих уже все, а у него как раз все получилось. А мне рыдать надо, а я не рыдаю. Стоп. В общем, не получается у меня никак рыдать. Тогда Фаина Георгиевна, а она сидела в павильоне, потому что следующий, прямо на нее аппарат переезжает, и следующая сцена пошла, да? И вот она мне говорит, ну-ка, иди сюда. Поставила меня между колен, и как даст мне пощечину. Мотор. Я рыдаю, у него все получилось, сняли. И после этого она мне сказала, ты мне извини, дедочка, ты очень способна, и ты, наверное, будешь актрисой, но ты запомни, это самая маленькая обида, которая у тебя была в твоей актерской будущей профессии. Самая маленькая. Ну, хорошо, что вы это запомнили, конечно. Я это запомнила. А по тем временам это, я думаю, было таким шоком, когда по лицу тебе, да? Да, она зарыдала, зато все сняли. Но зато ты таким ключом по жизни послужила, да? Да, вы знаете, да. Много было всякого. И орали режиссеры на меня, и как на всех других. И обзывали, и все что угодно, и что-то не получалось, и так далее. Ну, вот это как-то у меня застряло в голове. Давайте смотреть фильм, про который только что рассказала нам Наталья Александровна. У них есть родина, называется картина, совместная сцена с Раневской, прямо сейчас. И по сторонам. Потрясающе. Но здесь и на Раневскую можно смотреть, и на Защипину. Можно смотреть в равной степени. Несмотря на то, что больше немая сцена такая у Натальи Александровны здесь, но все равно на ребенка смотришь непроизвольно, играет хорошо. И считает хорошо, в отличие от партнерш. У меня и знает таблицу умножения, по крайней мере. Я сейчас подумал, что получить пощечину от Раневской, это как получить благословение, да, и причастие в большое кино. Да, 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 так и получилось. И она всегда запомнила эту ее фразу, что это самая маленькая обида из всего того, что ты получишь в будущей своей жизни. Ну да, растоптанное самолюбие, да, актерская профессия, как Дикий говорил, да, по-моему? Да, Дикий. Это так и есть. Я сейчас не слова дикого приведу по поводу растоптанного самолюбия, а слова другого человека, более близкого для Натальи Александровны. Наташенька, что такое кино? В кино выкрасят и выбросят. Это кто говорил, помните? Моя мама. Мамочка говорила. Мамочка говорила, да. Выкрасят и выбросят. Учись, учись. В кино это что? Это что это за профессии? Выкрасят и выбросят. Учись. Надо профессию. Будь пианисткой, Наташа. Да, да. Я же... Но она, кстати, очень многое сделала для того, чтобы освоили инструмент. Да. Я кончила музыкальную школу в Мерзляковском переулке при консерватории. Это считалось очень хорошей школой, очень трудной. Потом я проучилась два года в училище у профессора Рубаха. И, задравши хвост, побежала за своими приятелями во ВГИК. Да не только во ВГИК, во все театральные вузы. Никуда меня не брали. Никуда не брали. Вот удивительно, да? Столько снимались, да? Да. Уже, в общем, лицо известное, фамилия известная. Говорили, иди в кино. Что тебе тут делать? Ты в кино. Ты все умеешь уже, да? Тебе в театре делать нечего. Иди в кино. А в кино мне сказали, во ВГИКе мне сказали, а чему тебя учить? Тебя учить уже нечему. Иди и снимайся. Опять-таки вот растоптанное самолюбие, да? Да, да. До института еще, да? Да, да. Ну, хорошо, что в Серебряном Бару водятся известные режиссеры. Да, Герасим Сергей Полинаевич меня встретил в Серебряном Бару и сказал, ну, как кума, твои дела. Я говорю, Сергей Полинаевич, не берут никуда. Ну, что делать? Он вас кумой называл? Ну, так, кума. Он же меня знал хорошо, потому что я снималась с Тамар Федной. Он часто приходил в павильоны, я у них дома бывала, в гостях. Знал, конечно, хорошо. В общем, вы пожаловали, что не берут. Да, он говорит, ну, что я могу сказать, там сейчас набирает актриса, очень серьезная, пыжовая, народная артистка Советского Союза. Она партнерша Станиславского. Я попрошу, чтобы декан не говорил, кто ты. То есть она не смотрела этих фильмов? Она не смотрит такую. Нет, нет, она это ничего не видела. Она театральная актриса, какие там кины. Вот. И он сказал, я попрошу декана, чтобы он не говорил, кто ты. Ну, возьмет, возьмет, не возьмет, так уж. Ее не заставишь. И что самое интересное, я пришла читать свою программу, и она меня сразу взяла на конкурс. То есть я ни первый, ни второй, ни третий тур не проходила. То есть вы так Ольге пожилой понравились, да? Да, так ей понравилось, да. Она меня взяла сразу на конкурс и зачислила к себе на этот самый. Она только на втором курсе узнала, кто я. Когда письма стали приходить, да? Письма стали приходить мешками. И из деканата пришли во время занятий, постучали. Я говорю, Зачипина, заберите ваши письма, а у них не куда девать. Она говорит, а что это такое? Почему это? Что это за письма? Я говорю, я снималась в кино. Раскаялась она. Да, но выгонять уже было поздно. Она меня полюбила, я уже и роли там играла. Ну, это счастье, что пожилого полюбила. Она все-таки соратница действительно Станиславского. Да, счастье. Она играет все вместе на сцене с ним. Счастье. Такая строгая достаточно, как педагог. Не то слово, не то слово. Она отчисляла просто левой ногой. То есть письма потом уже не помешали? Нет, уже поздно было. Это был второй год. Уже все, мы стали ее дитями. Ну да. Давайте послушаем Людмилу из Санкт-Петербурга. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, Володя. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, Анталия Александровна. Знаете ответ на вопрос, Наталья Александровна? Да, вот я могу ответить на вопрос. Я, во всяком случае, попробую. Хочу задать ее свой. Давайте. По-моему, эту девочку звали Вероника. Правильно. Совершенно верно. Лебедева ее фамилия. Правильно, смотрите, как вы хорошо знаете. Как фамилия вы говорите? Лебедева, по-моему. Вероника Лебедева, да, скорее всего? Вот не помню фамилию, знаю, что Вероника точно. Ну да, спасибо. У меня вот такой вопрос, Анталия Александровна. У вас такие были в детстве и в юности очень серьезные роли. А почему театр сатиры? Спасибо. Да вообще, почему театр, начнем с этого, институт кинематографии? Театр, потому что Пыжова. Потому что она привела такую любовь к театру, ведь кроме занятий по поводу роли, у нас же были беседы, и она же много рассказывала, много говорила, и за четыре года она сумела все-таки нам втемяшить в башку, что театр это лучше, чем кино. Я не помню, как это называлось, свободное распределение или как-то так, вы что-то выбрали такое, да? Можно было, да, можно было. На нас приходили заявки, на меня пришла заявка с Мосфильма и со студии Горького. Но так как у меня в голове уже было, что я должна быть в театре, я играла в дипломном спектакле «Люську в беге». Представляете, как это было для меня интересно. Ну, это таки не сатирическая штука. Нет, конечно, театр, это театр, Булгаковский бег, «Люська», это очень глубокое, было очень интересно. Вот. И, понимаете, я решила, что я должна идти никуда, ни в какое кино, ни на какую студию, ни на какой Мосфильм, а я должна идти в театр. И стала показываться, мы, так сказать, сценки у нас были там всякие, сделаны специально. И мы показывались во все эти самые дела. Меня пригласили, взяли в два театра, Ермоловский и в сатиру. И я пошла в сатиру, потому что мне казалось, что там можно петь, танцевать. Веселый театр, мне казалось, что это... Тогда это был самый крутой театр, наверное, да, там такие артисты были тогда. Плучик, Попанов, Миронов уже, или Сартажин. Да, да. Много интересных актеров было, все. И он меня взял. Я пришла, показалась. И он меня взял, пригласил, но сразу сказал, что никуда сниматься не пустят. Вас это не остановило по тем временам, да? Нет, наоборот, как это? Я уже была воспитана на этом деле, просто даже и не мыслила, зачем. Конечно, театр. Но я действительно много играла, очень много. Но кинопоезд ушел. А с кинопоезд ушел. Да, потому что одно время зовут, зовут, если отказываешься. Поэтому я и говорю, глупость, что я послушалась. Глупость. Мне потом Андрей сказал, глупо-то поступило. Неправильно. Но уже все. Ну и Андрея давайте уже, и Наталья Александровна увидим в том самом, на той самой прославленной сцене театра Сатиры прямо сейчас. Видите, голос пригодился, замечательный голос. И музыкальность пригодилась Наталье Александровне во многих спектаклях. Не только в этом спектакле, да? В театре Сатиры. Очень много. У нас мюзиклы были очень с трудными партиями. Да, много я пела. Да и с Мироновым вы переиграли много, насколько я знаю, да? С Мироновым вообще очень много у меня было. Я играла его сестру, жену несколько раз, невесту. Невесту в доходном, да? Да, в доходном месте. Жену в... Ой, не буду, сейчас не могу. Знаете, когда разговариваешь, сразу даже не вспомнишь сразу этих названий, спектаклей. Ну, много. Хороший он был партнером? Очень. Или все-таки сложно было немножко? Нет, мне с ним было не сложно. Конечно, поначалу я, конечно, к нему пристраивалась. Он же такой въедливый. Да, Андрюша любил учить. Он всех своих партнеров, ну, мужчин, наверное, поменьше, но всех женщин он всегда муштровал, учил. Сначала мне это не нравилось, а потом очень понравилось, мне это очень помогало. Потому что получались взаимоотношения, он молодец, хороший партнер. Влюбились в него? Нет. Многие вот мне говорят, кто из Сатира у меня был в гостях в прямом эфире, ну, нельзя было не влюбиться в Мирону, конечно. Он настолько обхозителен со всеми дамами. Он мне очень нравился, он был очень такой зажигательный, веселый, компанейский. Мы очень много времени проводили вместе, но дело все в том, что я была влюблена в своего мужа, он был актером нашего театра. Ты же тоже служил в Сатире, да? Да, 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 да. И они с Андреем были в очень хороших отношениях, у нас была, в общем, такая хорошая компания. Потом пришли Шура с Мишей, вот, и мы вместе много очень времени проводили. Вот, так что нет, у меня с Мироновым не было никаких отношений, кроме других, нет, не было. Может, к сожалению, конечно, но я очень любила своего мужа. А вы уже познакомились, будучи в Сатире, да, вместе? Да, да, будучи в Сатире. То есть вас в театре и соединил, по сути? Ну, я пришла уже, будучи замужем в театр Сатиры, но я разошлась с тем мужем и вышла замуж за Ентова. За Ентова, да? За Ентова. Ну, я знаю, что Наталья Александровна повторила судьбу мамочки и трижды была замужем, как и мамочка, да. Ой, прости, Господи. Да чего уж, если уж так на роду генетически написано. Кто знает, может, и у сыночка так на роду написано. Может быть, он уже два раза был женат. Уже дважды был, да, мы говорили об этом сегодня. В третий раз на носу. Да. А третий раз, ну, тоже у него подруга. И тоже, кстати, Наталья Александровна. И тоже Козирог. Замечательная девушка. Они уже тоже 10 лет вместе. Но не женятся. Да? Да. Времена. Она мне очень нравится, хорошая, я ее люблю. Понятно. Правильно зрительница ответила на вопрос? Вероника звали девочку, да? Вероника, да, Вероника. Но фамилию точно не помню, но Вероника точно. Может, и Лебедева действительно. Может быть, да. Если вы нас поправите или уточните фамилию, будет здорово. Следующий фильм называется «Вероника не придет». Как связана эта картина с тем именем, про которое мы спросили. Но фильм не с участием той Вероники, фильм с участием Натальи Защипиной. Давайте смотреть. Рожденная в СССР Наталья Защипина у меня сегодня в гостях в прямом фире. Но это картина 2008 года, относительно свежая. Мы уже говорили по поводу того, что с кино не очень сложился роман Натальи Александровны, благодаря тому же Валентину Плучику, который запретил сниматься в кино. Но я знаю, что если вспоминать ваших самых первых и главных режиссеров, и как-то признались, и мне даже, по-моему, говорили, что все-таки на первое место вы поставили бы не Плучика, а Марка Захарова. Да, безусловно, безусловно. Марк Антонович пришел к нам в театр, и как-то так получилось, что я у него в нескольких спектаклях играла. Он был приглашенным, да, режиссером? Да, он был приглашенным, да. И первый его спектакль был «Доходное место». Где вы с Мироновым играли его невесту. Его невесту, да. Поленьку я играла довольно трудную роль. Ее играли когда-то великие актрисы. Вот, боялась я ужасно. Но Марк Анатольевич... Вы знаете, вот бывает твой режиссер, а бывает не твой. Вот манера работы с актером, его, многих не устраивала. Потому что Марк Анатольевич требовал выполнения той задачи, которую он поставил. И наращивать свое мясо на его костяк, он как-то не очень разрешал. Он требовал точного выполнения того, что он требовал. Без импровизации, без собственных предложений? Нет, импровизации можно, но если она точно совпадала с его этим. А если ты говоришь, ну, Марк Анатольевич, ну, я так не вижу этот кусок. Я его хочу сыграть вот так. Вот это он не разрешал. И очень многие актеры раздражались и не могли с ним работать. Но не вы. Но не я. Я наоборот. Мне так нравилось выполнять все, что он говорит. Потому что это было очень трудно. Кончалась репетиция, я шла домой, у меня не выходило это из головы. Я ехала в троллейбусе, я об этом думала. Я спала, мне это снилось во сне. И когда я добивалась, у него самая высшая похвала была. Он всегда говорил, ну, сегодня складненько. Ну, это был праздник. И вот тем, что он требовал, он вкладывал в тебя умение. Умение это делать. Ну, то есть практически школу, мастерство. Я очень многому у него научилась. Ну, потом он вырос уже из этих штанишек. Да, пожалуй, все, что я умела, умею, я научилась у него. Потом он уже вырос из этих, да, вот из театра затиры. И нужно было переходить в какой-то другой коллектив и возглавлять его. Отдать должное Плучку. Он, конечно, тогда сказал, что он очень хороший, гениальный режиссер. Нет, по сути, Плучка же видел его на своем месте в случае, если что случится, да? Он говорил, что... Не знаю. Не было, да? Ну, ему пришлось уйти, в общем. Да, ну, почему же не уйти, если ему предложили театр? Да, серьезный театр. Ну, конечно, он же действительно... А забрать с собой никого было нельзя, насколько я знаю, да? Нет, забрать ему запретили. Единственное, кто к нему убежал, это Пельцер. Ну, это позже. Но ей, как народные, да, артистки СССР все разрешалось, но она поругалась с Плучком. Они не могли сосуществовать больше. Они очень оскорбили друг друга. Это было вот при мне, я была свидетель. Послали друг друга по нужным адресам. Да, да, да. И поэтому она ушла туда. Мы, честно говоря, многие хотели уйти. Вот мы с мужем хотели, Андрей хотел, многие хотели. Но Марк Анатольевич нам сказал, ребят, мне запрещено, я не могу. Три минуты у нас остается до конца эфира. Я очень хочу еще следующий сюжет показать. Мы увидим сейчас фрагмент «Голубого огонька» 1964 года и КВН между двумя командами. Вести этот КВН будут Защипина и Масляков. Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогие друженики телевидения! Поздравляем вас с 25-летием и приглашаем в наш клуб веселых и находчивых! Команды, выйдьте на поле! Сегодня в наших товарищеских соревнованиях участвует команда юбиляров в составе дикторы центрального телевидения. Капитан команды, художественный руководитель дикторской группы центрального телевидения Юрий Семенович Ярцев! Капитан команды, заслуженная артистка республики Ольга Сергеевна Высоцкая! То есть вот еще и такая страница есть в творческой биографии Натальи Защипиной. Вы могли стать ведущей КВН тоже. Да. А потом я увидел, что Светлана Жильцова рядом стоит. Она после вас уже была? Да, она после меня была, да. А почему не стали вести дальше? А я вам расскажу. Значит, была постановка такая на телевидении, где я играла, ну она не проститутка, но содержанка министра, французский такой какой-то был, водевильчик. Я там была в прозрачном платье и танцевала на какой-то кровати с голыми ногами. В общем, председатель комитета по радио и телевидению это посмотрел, товарищ Иванов, и сказал, что это такое? Она проститутку сегодня играет, а завтра она ведет такую комсомольскую передачу, такую гражданскую. Этого быть не должно. Пусть или играет, или заканчиваете с КВН. Вы выбрали проститутку. Конечно, конечно. Такой оптимистический финал. Наталья Александровна выбрала роль в театре. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Заслуженный артистка России Наталья Защипина была у меня в гостях сегодня. Жду вас завтра, как обычно, друзья мои, в прямом эфире. Буду ждать вас в 22 часа вместе с Ириной Хакамадой. До встречи.